Девушки отдыхают Мне луна в окно светит Она сегодня какая-то большая И почему-то очень желтая Да Как в тот день, когда мы с тобой познакомились Ты помнишь А давай загадаем желание Смешная Желание загадывают, когда звезды падают А когда смотрят на луну Не загадывают желание Все равно давай Я очень хочу Очень-очень И прямо сейчас Я уже загадала Говорить нельзя, не сбудется Нет, лунные желания всегда сбываются Ладно Я загадала Чтобы через много-много лет Когда будут подрастать наши дети Мы проснулись с тобой такой ночью И увидели бы такую же луну Потому что И через много-много лет Я буду так же Любить тебя Я не буду так-то Я буду так-то Я буду так-то Можно мне присесть? Ой, да, конечно. Спасибо. Я не помешаю? Вы ведь ждёте кого-то? Да нет, задерживается немного. Красивый букет. Есть какой-то повод? Просто хотел сделать что-нибудь приятное. Значит, любовь? Любовь. Да, любовь. Невероятное чувство. И ночлег вызывает эмпатии, привязанность. А настоящую любовь чувствуешь сразу, в первый миг. Настоящая любовь всегда с первого взгляда. И бывает, что одна на всю жизнь. Ну, это если настоящее. А что, бывает и не настоящее? Бывает, люди расстаются даже несмотря на то, что говорят друг другу. Мне очень жаль, что с вами такое случалось. Но ведь без горького не почувствуешь сладкого. Многое в жизни может ранить. Но если жить прошлыми воспоминаниями, то где же взять новые? Ничего не происходит просто так. Может быть, это была ваша судьба? Сейчас-то ведь все иначе. Судьба – это неприятный домысел. Почему неприятный? Потому что неизбежный. Кому нравится неизбежность? Неизбежность некоторых событий – это результат наших действий. Некоторые загадывают желание, глядя на Луну, затем женятся, воспитывают прекрасных детей, а другие умирают от сердечного приступа во время утренней пробежки в парке. У каждого человека свой путь. Глядя на Луну, я сказал так, потому что вам с Аней это знакомо. Вы знаете Аню? Вы знакомы с ней? Она умрет через два дня в шесть часов вечера. Через два дня, то есть понедельник. В этот день в институте у нее будет четыре пары, после этого она поедет в гости к подруге. Она уйдет от нее в пятом часу. Без десяти шесть она сядет машину. Шесть часов вечера. Машина столкнется с грузовиком, перевернется. Погибнут два человека. Она в том числе. Некоторые говорят, внезапная или неожиданная смерть. Люди умирают, когда им суждено, и мы не в силах это изменить. Человеку можно облегчить страдания, но нельзя отсрочить день и время его смерти. Это исключено. Во время утренней пробежки. Вы ведь так сказали? Вы могли спасти его, предупредить и спасти. Это ничего не изменило бы. А может, он просто не стал бы слушать. Нельзя изменить естественный ход событий. Если бы он не умер от остановки сердца, то упал бы с лестницы. Не лестница, а кирпич, упавший с крыши. Путь этого человека закончится здесь. Такова его судьба, если угодно. Если вы говорите правду, и в понедельник случится то, что вы сказали, я хочу знать, как этого избежать и чего вы хотите. Если в понедельник я приеду к Ане домой, и мы весь день проведем с ней и не будем никуда выходить. Этого нельзя избежать. Даже если вы скажете об этом, даже если она никуда не будет выходить. Разве дома так уж безопасно? Но если нет возможности избежать этого, так зачем вы мне все это рассказали? Я не стал бы об этом говорить, если бы не было возможности спасти ее. И как это сделать? Кажется, кто-то из великих говорил, жить значит чувствовать. Человек должен умереть. И вдруг нарушается естественный ход событий. Это неправильно. Это должно быть оплачено соответствующим образом. Человек не умер. Его чувства живы. Он дышит, видит, говорит, слышит и тому подобное. Вы поняли, к чему я клоню? Нет. Хорошо. Аня останется жива. Но взамен вы, лично вы, должны отдать несколько вещей. Точнее три, которыми обладает каждый человек. Вы отдадите голос, слух и зрение. И Аня останется жива. Вот и все. Это и есть ваши условия? Это не мое условие, но иного пути нет. Что значит отдать? И как это вообще возможно? Не бойтесь, вы ничего не почувствуете. Никаких операций по выкалыванию глаз не будет. Но вам не обязательно соглашаться. Это ваше право, ваш выбор. Я не буду ни видеть, ни слышать, ни говорить. И что же мне остается? Вы будете жить, как и Аня. Она ведь так любит вас. Должен вам сказать, что вы не единственный, кто столкнулся с таким выбором. Я все прекрасно понимаю, но это единственный выход. Иначе она умрет. Да, в понедельник. Ну что ж, мне нужно еще кое с кем встретиться. Я не жду от вас ответа прямо сейчас. Я буду ждать вас завтра, здесь же, в это же время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все произошло так, как он и сказал. Аня погибла в 6 часов вечера в понедельник, попав в автокатастрофу. Все эти три дня с пятницы по понедельник я старался с ней не общаться, избегая ее. Как ни странно, она и не стремилась к этому. В понедельник вечером, когда я уже знал о случившемся, в своем почтовом ящике я обнаружил письмо от Ани. Одно из тех писем, что так согревали меня и дарили надежду, что мы всегда будем вместе. Ту надежду, которую я не смог ей дать. Миленький, любименький, я не знаю, когда ты получишь это письмо, но наверняка тогда, когда меня уже не будет на свете. А как тяжело осознавать это. Но я спокойна уже тем, что ты жив. Ты, наверное, ничего не понимаешь, но мне так трудно писать. Я плачу. Я люблю тебя. Почему это должно произойти? Почему с нами? Он подошел ко мне в субботу, когда я вышла из института. О боже, миленький, он все про нас знал. Какой-то старик в мятой шляпе. Но он знал, что ты мне подарил годовщину нашего знакомства. Он рассказал о нас все. И как мы познакомились. И какой наш любимый фильм. И где мы отдыхали прошлым летом. Он знал все-все. И он сказал, что ты умрешь. Да, ты должен был умереть в субботу. По 11 часов утром тебя бы сбила машина. Так он говорил. Как я тогда извелась? Я ему не верила. Но он знал все. Он сказал, что твоей смерти можно будет избежать. Для этого я должна отдать свою жизнь. Миленький, извини меня, но я так долго думала, плакала. Я согласилась. Он сказал, что я умру в понедельник. Он не сказал во сколько. Мне так страшно. Сегодня воскресенье я не выдержала. Позвонила тебе. Какое-то счастье слышать тебя. И знать, что ты есть. Уже вечер. Наверное, я больше не увижу тебя. Почему мы? Мы столько еще не сделали. А я так хотела. Не забывай меня. Я всегда буду любить тебя. До самого конца. Буду любить тебя. unaware adjusted. Когда ты мне все останавливаешь, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok